Поднимите руки, пожалуйста, кто был на первом докладе, не техническом. Так, много народу тогда. Я буду останавливаться на каких-то моментах, которые именно касаются, или которые из вопросов уже на стенде привели к каким-то там закономерностям. Доклад. Во, спасибо. Говорим мы сегодня про закон FZ54. У нас есть мобильное приложение, туда можно задавать свои вопросы. Немножко остановлюсь на законе на самом и каких-то вещах, которые прям важны в этом законе. Во-первых, бизнес обязан печатать чеки по новому закону FZ54. Если ваша компания не подпадает под условия конкретных мелких ограничений, в остальных случаях вы всегда должны распечатать чек. Все данные по расчетам, которые происходят через чеки, уходят автоматически в ОФД. ОФД это оператор фискальных данных, их 5 внутри России, которым выдали так называемую лицензию, которые будут эти данные отправлять в налоговый комитет. Раньше в аппаратах стояла так называемая ЭКЛЗ. Это память, которая хранила все чеки, которые выбивались на данном аппарате. Теперь этого ЭКЛЗ нет, она кончалась в какой-то определенный срок. Она обычно кончалась в зависимости от количества чеков, которые выбивались. Теперь ЭКЛЗ нет, но есть фискальный накопитель. Он работает по принципу 13 месяцев. Раз в 13 месяцев вы обязаны его заменять. Ну и чек обязан быть отправлен покупателю, так как у вас интернет-магазин и нет непосредственного контакта с клиентом. То есть вы не разговариваете с клиентом и непосредственно не можете ему вручить чек. Он должен быть отправлен электронно одним из способов. Мы об этом поговорим немножко подробнее дальше. Вот так выглядит схема. Есть кассовый аппарат. Если у вас стандартный как бы бизнес, есть кассовый аппарат, есть ОФД, с которым вы заключаете договор. Мы об этом чуть позже поговорим. Есть федеральная налоговая служба, куда эти данные уходят. То есть все чеки, которые вы печатаете, сначала уходят в ОФД, после этого уходят в налоговую службу. Чем это грозит для интернет-магазинов? Самое большое изменение, которое коснется интернет-магазина, в принципе интернет-магазины печатали чеки. У них были наличные операции. Очень редко какой магазин не имел наличных операций, соответственно не печатал чеков вообще. Таким интернет-магазином являлся Битрикс. Битрикс никогда не работал с наличными операциями. У нас не было наличных операций. Мы никогда не печатали чеки. Новое изменение в законе говорит о том, что все электронные платежные средства, это карты, это Яндекс.Деньги, вебмания, неважно какое электронное средство, они подлежат теперь печати чеков. Остаются не подлежащие печати чеков, только средства банковских переводов. Это когда вы выставили счет клиенту-частнику, он с этим счетом идет либо на почту, либо в какой-то банк, и там в этом банке по этому счету делает вам оплату. В этом случае чек не выбивается. В остальных случаях либо это операция бизнес-то-бизнес, то есть бизнес выставил счет, бизнес оплатил безналичными расчетными операциями, деньгами. То есть тоже чек не выбивается. В остальных случаях чек должен быть выбит обязан. Вот это самое большое изменение, которое влияет на весь этот закон. Кассовый аппарат регистрируется, чек выписывается сразу, в течение пяти минут он должен быть выбит. Сейчас про пять минут еще подробно поговорим и чем нам это грозит. Это план перехода. Начнутся проблемы у бизнеса фактически с 1 февраля 2017 года. Какие проблемы? Сейчас на этом подробнее остаются. К закону все обязаны перейти к 1 июля 2017 года. То есть 1 июля, если у вас нет каких-то специфичных изменений в вашей организации, вы обязаны перейти на новый закон. Но клиенты начнут появляться и начнут спрашивать немножко раньше, потому что бизнес сейчас пользуется кассовыми аппаратами. У него есть ЭКЛЗ, и это ЭКЛЗ может просто кончиться. У моей супруги ЭКЛЗ, например, заканчивается 27 февраля. Все, она попала. Да, 1 февраля бежать покупать не надо кассовый аппарат, но 27 она прибежит и скажет, ой, у меня что-то налоговое сказало, что я ваш кассовый не зарегистрирую, несите новый. То есть бизнес начнет взрываться по разным причинам. Это ЭКЛЗ закончилось, это смена фамилии директора, это перерегистрация местоположения бизнеса, открытие новой торговой точки, вы обязаны зарегистрировать аппарат по конкретному месту регистрации. И все, бизнес придет с вопросами. Налоговая не хочет ничего регистрировать, потому что с 1 февраля 2017 года старые кассовые аппараты регистрироваться налоговой не будут. Еще раз, все интернет-магазины должны поддержать новый закон FZ54. Хотим мы этого, не хотим, есть федеральный закон, мы обязаны его поддерживать. Один из битвих с 17-й версии поддерживает изменения, связанные с FZ54 в разных направленностях. Мы про них сейчас еще поговорим отдельно. Обновление выйдет, скорее всего, в ближайшие дни. Оно уже находится на тестировании. Скорее бы точно Олег знает, когда он его отпустит, так как он является руководителем отдела тестирования. Но вот в ближайшие дни оно выйдет, и вы сможете его использовать для работы с клиентами. Я подозреваю, что он должен выйти как раз к 1 февраля. Да, оно обязано выйти к 1 февраля, но тут все в твоих руках. Ну, в руках твоих сотрудников. Что дает Bittrex, чтобы это все заработало? Bittrex дает бесплатное приложение, которое будет ставиться на компьютерах, локальных компьютерах, вот как в данном случае, к которым будет подключаться кассовый аппарат. Для чего нужно это приложение? Так как здесь все в основном технические специалисты, то оно работает по принципу сервера. Оно цепляется к вашему интернет-магазину, получает с него данные и отправляет их на кассу. Касса сама не умеет инициировать соединения. Она умеет как принтер только получать какие-то данные. Соответственно, нужен некий подсредник, который будет связан с интернет-магазином. Он будет получать с него данные и печатать на этом принтере. Для этого это приложение выпускается. Сначала оно будет выпущено для Windows. Чуть попозже, может быть, мы его выпустим для каких-то еще операционных систем. Но я, в принципе, на Mac даже под эмулятор запустил. Все, в принципе, работает вполне нормально. Мы будем поддерживать два типа аппаратов. Это будет поддерживаться Atoll и Atoll-M. На данном случае все тесты происходят с аппаратами Atoll. Atoll-M пока не предоставил аппараты. Мы их тоже будем поддерживать. Либо мы их сами приобретем, либо нам их даст Atoll-M для тестов. Но в данном случае мы линейку тестируем Atoll-овскую, потому что Atoll подсуетился, выдал нам кассовые аппараты. И если у вас взорвался клиент прям-прям-прям-прям-прям, лучше не рисковать, лучше купить Atoll. Чуть позже будет разницы никакой нет. Вы будете выбирать тот аппарат, с которым вам привычнее работать, с которым вам удобнее работать. Но на первоначальном этапе это будет в основном только Atoll, потому что другие будут работать непонятно как. Мы создаем защищенное реал-тайм-соединение. Его невозможно перехватить. И в реальном режиме времени забираем чеки с вашего интернет-магазина. Теперь схема работы кассового аппарата будет вот такая. Добавляется к кассе еще и компьютер, который будет получать данные с интернет-магазина, отправлять их на кассу, и дальше все стандартно, как и есть сейчас. Есть кассы, которые работают без компьютера. Они подключаются к RG45 портам, но по-любому программное обеспечение какое-то нужно, которое будет забирать эти чеки и отправлять на эту кассу. Atoll как раз выпустил железку. Мы ее показывали на презентации. Это такая коробочка. У нее нет печатного блока. Кстати, печатать чеки не обязательно. Это я не выключил опцию. Там будет эта опция. То есть физический чек не нужен, если вы не работаете с оффлайн-клиентами, чтобы просто было видно, что чеки печатаются. Есть специальная коробочка, которая вот как раз-таки стоит где-нибудь в серверной комнате и печатает чеки. Туда же можно будет поставить приложение на какой-нибудь компьютер без монитора, без ничего, и она будет эти чеки забирать и будет печатать на этой коробочке. Нет принтера, нет проблем с бумагой, нет никаких вещей. Если у вас магазин чисто интернет-магазин без оффлайновых каких-то отпусков товаров, без отгрузки курьерами и так далее, то вы можете взять эту коробочку. Она будет менее проблемная в настройке и в ее обслуживании. Изменились чеки. Самые основные изменения в чеке, я сейчас расскажу, их очень много. Вообще 14 изменений в чеке. Самые основные изменения, что теперь мы должны и обязаны в чеке печатать товары. Это самая большая проблема. Чуть позже скажу почему. То есть в чеке есть товар. Если раньше чек печатался только по сумме, было неважно, когда я выбил этот чек или что там выбили на этот чек, теперь в чеке есть товар. И если вы продаете человеку телевизор, а в чеке написано платье, человек может спросить, я не понял, при чем здесь платье. То есть вы должны указать корректный товар, который отдаете клиенту. Второе изменение. Теперь в самой строке печатается скидка в чеке. Законно печатается сумма НДС, кому требуется. Ну и еще один из изменений. Внизу чека пишется, через что приняты деньги. Это карточка, это электронные средства платежа, это авансовый платеж или еще что-то. Таких средств 7. Они регламентированы в новом законе, который заапдейтился недавно на сайте ФНС. Это огромный документ, больше 100 страниц. На 99 странице есть точных 7 признаков, которые там должны печататься. И вы должны понимать, что цепочки разные, и признаки вы выставляете разные, потому что разные схемы принятия денег. О цепочках мы поговорим тоже. Ну и еще один из таких интересных изменений, это QR-код, который печатается на чеке, и клиент может этот QR-код получить либо в письме, либо на реальном чеке, сосканировать его и посмотреть информацию о чеке. Я записал небольшой видеоролик, у меня есть с собой такие чеки, есть, естественно, телефон с приложением, сканируется QR-код, распознается. Фактически QR-код – это обыкновенный URL на сайт налоговой инспекции или ОФД. Вот в данном случае этот же чек в виде чека на экране. Я вижу, с какого ОФД его зарегистрировали, я вижу, какой магазин его выбил, где находился магазин, какой был кассир и так далее, и так далее, и так далее. Я могу внизу получить этот чек на электронную почту в виде смс-ки или еще чего-то. То есть я могу с этим чеком работать. Этот чек теперь приравнивается к юридическому документу. То есть не обязательно иметь бумажный чек, чтобы прийти в магазин и сказать, вот у меня проблема, вот чек. 14 дней вы обязаны вернуть, например, товар. Вернуть, вернее, деньги, забрать товар у меня. То есть вот достаточно, если человек принесет вот такую картинку, на телефоне откроет ее, вы обязаны будете это сделать, если это действительно ваш чек, и вы выбивали этот товар. Как нам придется… А какая разница, если он принесет его с товаром, который он купил в вашем магазине? Ну, то есть не совсем понятно, зачем здесь верификацию делать. Здесь верификация скорее для клиента, чтобы получить его на e-mail. И вы как интернет-магазин теперь будете у него запрашивать e-mail или телефон обязательно. Раньше вы могли этого не делать. То есть вот многие интернет-магазины, которые продавали электронный товар, делали такую строчку авторизации внутри, отправляли товар. Это временный такой аккаунт создавался, скачивалась какая-то там электронный ключ, и все, и о клиенте забывали в большинстве случаев своим. Теперь, к сожалению, нужно будет все эти данные хранить. Как мы будем теперь работать с клиентами? Небольшой, так сказать, план. Клиенты с такими вопросами придут. Фактически это то, что они у вас спросят. Нужно получить от клиента ККМ с поддержкой FZ54. Вы можете им порекомендовать какие-то модели. Ну, в данном случае пока Атол, потом еще Штрих-М. Вы будете знать точно, какие модели хорошо работают. В принципе, драйвера универсальные. Вот вся линейка Атол, в принципе, прекрасно работает с нашим предложением. Клиент заключает договор с ОФД. Это очень легкая операция. Мы на ней подробнее остановимся. Регистрирует ККМ в ФНС. Это федеральная налоговая служба. Подключает ККМ к ОФД. Нужно будет прописать внутри ККМ неопределенные там параметры. Это обычно делают сервисные компании, которые делают продажу этого ККМ. Там несложно, если честно. Нужно будет установить и настроить драйвер ККМ. Там интересные, забавные вещи есть в этом драйвере. Мы на них тоже остановимся. Устанавливать приложение Bittrex. Тут все просто. Примитивный инсталлятор. Приложение поставилось. Вы получаете на сайте строку с авторизационными данными. Вбиваете ее внутрь приложения. Все, больше делать ничего не надо. Система сама найдет конкретный магазин. Сама заберет нужные данные. Сама получит ключи авторизации и так далее. Нужно настроить кассу в 1S Bittrex управлении сайтом. Это нужно будет подключить кассовый аппарат внутри 1S Bittrex, настроить его. Ну и работать по новым законам FISA 54. Вот небольших 8 шагов нужно будет теперь сделать, чтобы клиент заработал. Вот так делается регистрация в ОФД. Это пример взят первого ОФД, с которым мы экспериментировали. В принципе, у них у всех API примерно одинаковая, строчки примерно одинаковые. Выводится несколько полей, их нужно заполнить. Внутри кассового аппарата специальный чек выбит, либо книжечка лежит, в котором все эти параметры есть. Вы их забиваете, говорите регистрировать, подключить и все. Многие ОФД начали предоставлять такую услугу, что не нужно заключать договор. По закону разрешено, что если произошла оплата в этот ОФД, считается оферта заключенная, и вы заключили договор с ОФД. Первый ОФД, не помню, подключает или нет такую схему. Яндекс ОФД точно умеет так работать. То есть делается платеж внутрь этого ОФД. Все, считаем, что договор заключен. Никуда бумаги нести не надо, ничего делать не надо, нужно просто оплатить. То есть клиент делает оплату, договор заключился. Все, вы туда отправляете данные. С ОФД в первом, кажется, нужно бумажками обменяться. Но они тоже обещали, что тоже сделают по платежу. После этого нужно зарегистрировать как МФНС. Там квест поинтереснее. Есть сайт. Чтобы там зарегистрироваться, это даже не сайт, это специальный раздел, в который нужно войти. Но чтобы войти в этот раздел и зарегистрировать, нужно иметь ключ. Ключ получается отдельный, никакого отношения к регистрации не имеет. Которым нужно подписать. Это ваша цифровая подпись. Вот если у клиента есть цифровая подпись, в которой он может подписывать документы, он сможет зарегистрировать аппарат. Заходит на сайт, выбирает данные аппарата, заполняет форму собственности, выбирает из списка аппаратов, какой аппарат он подключает. В данном случае мы подключали АТОЛ 22 ФПТ. Все, заполнил данные. Внизу нажал кнопочку подписать ключом. Все, регистрация прошла. Все в автоматическом режиме. Какие есть проблемы, связанные с налоговой службой? По новому апдейту закона разрешено получать деньги с разных интернет-магазинов на один кассовый аппарат. Предположим, у вас три интернет-магазина, занимающиеся разной деятельностью, на разных доминах, на разных поддоминах, неважно. Это три отдельных способа получения денег. Но юрлицо одно, кассовый аппарат может быть один, разрешили в новом законе. Но нужно прописать данные, все урлы, нахождение, где деньги принимаются, нужно прописать конкретные урлы. К сожалению, пока ФНС не понимает разделителей вообще никаких. Хотя в законе уже появилось, что можно через разделитель, не написано, правда, какой, написать через, грубо запятую, написать все урлы, где принимаются деньги. С такой проблемой столкнулся сам Bittrex, когда захотел зарегистрировать. У нас точек приема денег несколько. Это сайт 1SBittrex, это Bittrex24, но юрлицо одно и то же. И нам не важно, откуда эти деньги придут. Кассовый аппарат, естественно, будет, у нас, правда, будет ферма, скорее всего. Но кассовый аппарат и там зарегистрировано на одно юрлицо. Мы с этим же столкнулись, написали письмо в налоговую. Она сказала, извините, пока на сайте мы не можем это сделать. Вы можете написать письмо с перечислением всех этих урлов, мы вас зарегистрируем. Зарегистрировали. Обещали как можно быстрее поправить. Следующий шаг, который нужно будет сделать, это аппарат, который вы уже зарегистрировали, синсталлировать на компьютер. Драйвера есть как под Linux, так и под Windows. Приложение у нас, к сожалению, пока есть только под Windows. Но, может быть, скорее всего, потом мы его скомпилируем под Linux. Это вот у Юрия Тушинского лучше спросить. Он здесь ходит периодически. Вам нужно установить драйвера. Я дал ссылку на драйвера Атолла. Найти очень сложно на сайте. Если кому-то надо, можно либо доклад скачать, либо сфотографировать. Ссылка прямая на сайт Атолла, где драйвера скачиваются. Почему здесь две строчки? Вот это самое забавное. Этот аппарат, ну и не только этот аппарат, вообще USB-шные аппараты, занимают два USB-порта. По одному порту они отправляют данные как на принтер, то есть печатают данные. Второй порт работает для оправки данных в интернет. То есть они эмулируют систему, прокидывают данные и отправляют чеки через интернет в ОФД. Поэтому первый драйвер – это драйвер самого торгового оборудования. Это последний драйвер, на котором вот как раз сейчас мы чеки печатаем, на котором мы все проверяли, 100% работает. Это версия 981. Для любого Атоловского аппарата, он не универсальный, вы ее скачиваете, ставите. А второй драйвер – это драйвер эмуляции вот этого второго порта, который пробрасывает данные для отправки в ОФД. Если вы его не поставите, вы нарушите закон. Будьте внимательны, потому что данные в ОФД не попадут. У кассового аппарата, вот именно у этого, нет никакого контура, который делает отправку. Есть кассовые аппараты, в которых есть контур вставить сим-карту. Вы вставляете сим-карту, настраиваете, и он сам через эту сим-карту отправляет данные в ОФД. Здесь ничего этого нет. Ему нужен канал, по которому будет произведена отправка в ОФД. Поэтому нужно обязательно установить вот этот вот второй драйвер так называемый. Вот тоже версия. Скачивается так называемый DTO драйвер. Единственная проблема, нужно после того, как он установится, зайти в папочку, запустить экзешник и указать порт, по которому будет производиться отправка этих данных. Так как порт занимается два порта, вы должны определить, какой из них принтер, какой не принтер. Первым драйвером настраиваете, выбираете принтер, там есть такой, синициализировать. Инициализация прошла, там вылезет небольшой такой тоненький чек. Все, все хорошо, вы определили правильный принтерный порт. Ничего не вылезло, выбираете просто второй порт, который занялся. В системе смотрите, какой этот из портов. То есть обязательно два драйвера нужно поставить. Забавная схема, но это так. После этого нужно поставить приложение наше. Как я уже говорил ранее, приложение просто инсталируется, простенький инсталлятор. Внутри, внутри управления сайтом, на странице, которая будет все рассказывать, будет строка, которую вы должны будете прописать в этом приложении. То есть приложение спросит авторизационную строку, вы должны будете ее прописать в эту строку. То есть вы на сайте запускаете подключение к ККМ, генерируется специальный URL для этого ККМ. Вы открываете ККМ, запускаете приложение. Он тоже задает, выходит окошко, в которое нужно прописать этот URL. Все, они друг друга видят, коннектятся, после этого работают. Мы внутри Bittrex поддерживаем сейчас три основных сценария работы. Какие эти сценарии и для чего? Первый сценарий – это автоматическая интеграция с ККМ. Это вот сценарий связки через наше приложение любого бизнеса. То есть это бизнес, который торгует электронными товарами, бизнес, у которого есть наличные операции, но у него нет 1С. То есть мы все полностью эмулируем все кассовые операции внутри самого продукта. На них мы сейчас тоже подробнее остановимся. То есть идет полная работа с кассой внутри продукта. Это для тех сценарий, кто не работает с 1С. Второй сценарий – это ручная регистрация. Почему написано, что он резервный? Резервный в том плане, что, предположим, у вас пошла транзакция и интернет упал, а вам нужно срочно зарегистрировать чек. Чек даже мог вылезти, но на сайте не зарегистрировался. Или еще какая-то ситуация произошла. Вы берете чек и регистрируете его вручную внутри интернет-магазина. Через ручную операцию будут проводиться операции работы с чеками, такие как возврат частично, такие как выбить новый чек с изменениями и так далее. То есть те операции, которые ручные, вы можете сделать. Мы будем поддерживать все основные направления операции. То есть можно будет вернуть чек, можно будет выбить новый чек и так далее. Можно будет просто выбить чек. И второй полноценный сценарий – это реал-тайм интеграция с 1С. Тут только написано касса, не совсем корректно написано с 1С. Это может быть торговля, это может быть УНФ. Насколько я понимаю, с УНФ уже готова интеграция. Да. С УНФ уже интеграция готова. С торговлей, насколько я понимаю, чуть позже выйдет. Вот. Она выйдет чуть позже. То есть как будет работать схема там? Так как смешанный цикл частично печатает чек и 1С, то есть у вас есть оффлайновый бизнес, какая-то точка, где стоит кассовый аппарат. И вы теперь этот кассовый аппарат должны делить. Ну как бы вы чуть попечатали, попечатал чуть-чуть 1С и так далее. То есть схема будет так работать, что напрямую вы будете обращаться не к нашему приложению. Тогда наше приложение ставить вообще не обязательно. Функцию приложения возьмет на себя 1С. Она будет поднимать реал-таймовый канал. Она будет следить за всеми изменениями на сайте. Как только будет генерироваться чек на оплату, этот чек будет попадать в 1С. И 1С будет разруливать, на какой кассе его нужно распечатать. Соответственно, будет генерироваться очередь, если в данный момент печатается чек от реального клиента, который пришел и стоит вот перед вами. Он встанет в очередь, и у вас будет 5 минут выгнать этого клиента, чтобы распечатался чек. Скорее всего, мы какую-то, наверное, индикацию сделаем, да, наверное, Саш? Чтобы чек поступил в очередь, и хорошо бы клиента поторопить или там освободить кассу. То есть у нас будет время, чтобы этот чек распечатать. Это тоже полноценный сценарий для тех, кто использует 1С. Будьте внимательны. Тогда не нужно ставить наше приложение, не нужно ставить какие-то там дополнительные вещи. Вы все делаете, как делали раньше с 1С. В 1С ставится драйвер специальный от Оловский, подключается касса к 1С. Там она настраивается и там полностью работает. Там же будет закрываться Z-отчет. Вам не нужно закрывать Z-отчет через интернет-магазин. В первом сценарии все операции, которые идут с кассами, вы будете делать внутри продукта. Во втором случае это все операции будут делаться внутри 1С. В интернет-магазине появляется новый раздел. Касса ККМ. Традиционно мы встретим этот раздел такой как бы страничкой промо, на которой мы расскажем вообще, что это такое, чем это грозит, какие изменения там есть, как все это настроить, подключить. И там внизу будет кнопочка подключить ККМ. Это вот как раз кнопочка, которая сгенерирует вот этот URL, который нужно будет вбить в наше приложение. Если вы подключаете ККМ через 1С, вам ничего настраивать это не надо. ККМ вообще внутри продукта настраивать как таковой не надо. Все, зарегистрировали ККМ. ККМ зарегистрировался. Вот в таком виде он в каком-то будет показан на вашем экране. Он, естественно, будет в виде гряда. Для чего это нужно? Так как интернет-магазин не может, как в оффлайновом бизнесе, регламентировать какую-то очередь из клиентов, то есть вот пришло 10 человек в компанию, они не могут одновременно захотеть чек выбить. Они, естественно, выстроятся в какую-то очередь, вы будете потихонечку каждому этому человеку выбивать чек. Все хорошо, все прекрасно, есть регламент в 5 минут, все успевает. Интернет-магазин так не работает, к сожалению. В какой-то момент времени вы сделали огромную рекламную акцию, у вас обычно там с 6 часов начинается пик. А у разных интернет-магазинов пик разный, ну, предположим, 6 часов. Бурно побежали клиенты, 10 человек одновременно сделали чек. И вот у нас теперь есть совсем ограниченное время, чтобы эти чеки распечатать. Соответственно, вам решений несколько. Мы, естественно, будем первым решением буферизировать эти чеки. То есть они не пропадут, они выстроятся в очередь, будут печататься без проблем. Вот как сейчас. Вот тут 150 чеков в очереди висит, и они потихонечку печатались. Интернет появлялся, оно что-то какую-то партию новую выплевывало. Но есть второе решение. Когда создается так называемая ферма из касс, вы можете подключить несколько касс к одному интернет-магазину. Вы знаете, что у вас взрослый интернет-магазин, очень много пиковых нагрузок. И мы будем автоматически размашутизировать эти чеки на несколько кассовых аппаратов. Мы будем видеть, что на этот кассовый аппарат ушло, например, два чека. Сюда пока не нужно ложить. Вот этот аппарат простаивает, сюда кинули чек. Три аппарата, три аппарата поддерживаем. То есть нам не важно, какое количество аппаратов поддерживать. Мы будем сами распределять нагрузку плавно по этим кассовым аппаратам. Второе предназначение этого раздела – указание, к какой кассе относится данный кассовый аппарат. У нас есть внутри структура, когда можно создавать несколько компаний в рамках одного магазина. Предположим, вам принимать платежи какие-то выгодно на ИПшку. И вы регистрируете специально ИП для принятия этих платежей. Вы создаете внутри компанию, внутри нашего продукта, подключаете к ней некий набор касс и говорите, вот эта ИПшка работает с этим набором касс. А вот с этим набором платежных инструментов работает ООО. И у нее есть свой набор касс. Вы подключаете это, все настраиваете. Мы будем понимать, что пришел платеж для ИП, ну вернее с платежного инструмента ИП, например, это Яндекс.Деньги. Нужно бросить на определенную кассу через определенную схему и все там распечатать. Мы это все понимаем, будем маршрутизировать. То есть вот здесь вы будете заниматься настройками касс. Кассы настроились. Следующую операцию, которую необходимо будет сделать, это установить, указать начальную сумму. Там есть в любой кассе, есть такое понятие сумма накопления, которая печатается постоянно на чеках Z-отчета. Так как касса может начать работать с интернет-магазином не сразу, да даже когда кассу регистрируют, там выбивают обычно какую-то небольшую сумму. Там от 0,2 рубля до 3 рублей могут просто выбить. Налоговая-то регистрирует, что якобы выбита вот такая сумма, и вы должны эту сумму внести, чтобы потом дальше контролировать, что ваши Z-отчеты совпадают с тем, что попало в ОФД. То есть мы зарегистрировали столько денег, в ОФД попало столько денег, все хорошо, все каналы сработали хорошо. Вы это настраиваете. Это делается будет для каждой кассы. Настройка одноразовая, вы ее будете делать один раз. На этой же странице вы будете закрывать Z-отчет вручную, если это будет необходимо. Автоматически тоже будет работать закрытие Z-отчета. Я сейчас объясню, как это будет работать. Мы будем показывать список чеков. Так как чеки должны вообще по схеме стандартной в конце дня сворачиваться, но мы их удалять не будем, мы их будем скрывать. То есть физически в списке чеков не будет, но чеки будут храниться в системе. Мы будем показывать активными только те чеки, которые выбиты в этот день. Вы будете видеть урлы этих чеков, вы будете видеть сумму этих чеков, заказы, к которым они привязаны и так далее. К одному заказу можно будет привязывать бесконечное количество чеков. Внутри заказов появится специальная опция вторая. Теперь схема продажи, или вернее схема регистрации платежа в заказе немножко усложнится. То есть если раньше приходил платеж, рассмотрим интернет-магазин, который продавал электронные товары. Как все работало? Приходил платеж, платежная система подтверждала, что платеж прошел. У нас была и сейчас есть автоматика, которая отправляла отгрузку этого электронного товара. Товар электронный уходил. Такая же смогла схема работать и не для электронных товаров. Мы, например, выставляли галочку разрешения к отгрузке. Эта галочка там ставится менеджером, чтобы там складывщик начал собирать этот товар. А теперь такие галочки две. Первая галочка говорит то, что электронное средство платежа подтвердило то, что деньги сняты с клиента. А потом выбивается чек, отправляется дальше, и мы ставим вторую галочку, говорящую о том, что все, ура, чек тоже выбит. Сюда же добавляется URL чека, по которому клиент, ну не клиент, а владелец интернет-магазина, менеджер интернет-магазина может перейти посмотреть этот чек внутри ОФД. Этот же URL будет отправлен в виде письма дальше клиенту. Про письмо немножко позже поговорим. Эти галочки появятся в самом документе, в платежной, ну и в платежном документе внутри. То есть у нас появится фактически новый документ чек. Это настройка автоматики открытия-закрытия зета-четов. Мы с Лешей разговаривали, он обещал, что мы сделаем автоматический режим, в который минимальную нагрузку, вот специально на него смотрю, чтобы он это все-таки сделал, мы будем проверять, когда у магазина наименьшая нагрузка, и делать так, чтобы открывался зета-чет именно в то время, когда наименьшая нагрузка на интернет-магазин. Мы его будем открывать, этот зета-чет, кассовая смена будет открываться, вы будете печатать, не зета-чет открывать, а открывать кассовую смену. Вы будете печатать чеки, в определенное время зета-чет будет закрываться, зета-чет может закрываться до 15 минут. Чеки будут в этот момент не печататься, магазин перестанет принимать оплату, схема там отдельно, мы ее тоже поддерживаем. Зета-чет закрылся, автоматически будет смена заново открываться. Либо вы можете вручную выставить, когда вам необходимо это делать. Если мы, например, определили некорректно, или вы работаете в смешанном режиме, когда у вас есть и оффлайн бизнес, и онлайн бизнес. Мы определим по онлайновому бизнесу, мы не предназумеваем, что у вас там еще в оффлайне чеки печатаются. Поэтому мы можем что-то не так сделать. И вообще, когда делается смешанный режим, лучше, чтобы мы зета-чет не закрывали. Он закрывает пусть там, где в оффлайне делается закрытие, то есть кассовая смена. Вообще мы можем поэкспериментировать, как это все работает вживую. Урл вот этого сайта, но тут уже многие поназаходили, вот это чеки, которые клиенты фактически туда печатали. Я сейчас приостановил, потому что там сто с лишним чеков в очереди висит уже. И уже вот сколько-то распечаталось. Вообще все работает вживую. Можно зайти на этот сайт, там сделана эмуляция только одного. Там платеж подтверждается сразу. Там есть только карточка, и она автоматически выбирается. И вы когда оформляете заказ, мы делаем, что якобы платеж пришел. И печатается чек после этого. На стенде можно будет посмотреть, как это работает. Так ты включишь сейчас, да? Работает уже? Чеки печатают. Но я там приостановил, паузу нажал. Он иначе печатать будет беспрерывно. Ну и пусть. Ну вот уже он и так написал. Какие есть интересные моменты, на которых обязательно нужно остановиться? Это самая большая проблема. Это 5 минут, чтобы чек был выбит. То есть от момента получения денег от платежного сервиса до момента появления чека, неважно в каком виде, в бумажном, в электронном, может пройти не больше 5 минут. Это регламент по закону. Магазин работает 24 часа в сутки. Теперь касса, которая стоит непонятно где, должна работать 24 часа в сутки. Это проблемы связаны с электропитанием. Это проблемы связаны, что нужно на ночь оставлять какую-то кассу, нужно стабильный интернет и так далее, и так далее, и так далее. То есть небольшие изменения в инфраструктуре бизнеса. И это смешанные работы магазина онлайн, офлайн. Тут есть тоже свои заморочки. Как Bittrex поможет решить эти проблемы? Проверка доступности ККМ раз в минуту. Мы раз в минуту будем чекать, что ККМ доступен. Вот в данный момент, если ККМ недоступен, мы будем на сайте оплату не принимать. Клиент выбрал способ оплаты, нажал оформить заказ. Заказ мы оформим. Но потом будет редирект на страницу не платежного сервиса, а редирект на внутреннюю страницу интернет-магазина, которую можно кастомизировать, на которой будет написано, простите, в данный момент касса не работает, вам придет через некоторое время ссылка прямая, и вы сможете сделать оплату. Это нужно, когда пропал интернет, это нужно, когда выбивается заточет, у вас одна касса, и не дай бог в этот момент все-таки заказ оформили. То есть клиент, после того, как касса поднимется, мы ее опять чекнули, она в онлайне. Мы даем команду интернет-магазину, он убирает эту схему, клиенту уходит ссылка, прямая, сразу авторизационная, он переходит по ней, мы знаем, что этот клиент по такому-то заказу, открывается платежный инструмент, он делает оплату, мы делаем, что оплата прошла от клиента. То есть в автоматическом режиме. Мы генерируем очередь чеков, вот как в данном случае. Накидали столько оплат, что там уже, грубо говоря, больше ста чеков у меня сейчас внутри в очереди висит, и они будут потихонечку печататься. То есть мы будем регламентировать эту очередь, будем распределять ее пока самым аппаратом, то есть так называемую ферму даже внутри офиса можно сделать, ну в разумных пределах, когда там у вас 2-3 аппарата максимум. До 4 аппарата, в принципе, к одному компьютеру достаточно безболезненно можно подключить. Это я уже сказал, что мы закрывать будем чеки, не давать печатать. И последний способ, как можно обойти 5 минут. Этот способ подходит только для одного платежного инструмента, для карточки. Яндекс выпустил апдейт, он уже доступен. Вы можете сделать блокирование необходимой суммы у клиента на карточке. Не снять физически эти деньги, а только предавторизационно заблокировать. Тем самым вам не обязательно выбивать чек по закону. Вы можете спокойно сделать отгрузку этому клиенту, сборку товара. У вас нет некоторого товара, вы можете его получить, взять и так далее. После этого вы даете команду через интернет-магазин, мы это будем поддерживать, чтобы деньги списались. Деньги будут списаны, чек будет выбит. Это уже можно спокойно, у вас интернет отвалился, включить схему или еще как-то. Но один минус, это подходит только для карт. Только с картами можно такое сделать. С остальными средствами оплаты невозможно это сделать. Еще одна проблема, которая теперь возникает у бизнеса, это курьерская доставка. Проблем одна фактически. Решение два. Здесь второе не написано. В другом зале мы, когда говорили, уже решение два писали. Первое. Чек должен содержать товарные позиции. То есть теперь курьер, когда бежит к вашему клиенту, у него на кассовом аппарате должен быть засинхронизирован каталог вашего интернет-магазина. То есть я прихожу к вам с товарами, я должен набрать, что входит в этот чек и распечатать этот чек при клиенте. Я несу три футболки, клиент выбрал две, одну, одну и отказался. Я набираю чек и выбиваю его клиенту на две футболки. Второй вариант решения этой проблемы, то есть мы должны поддерживать синхронизацию теперь интернет-магазина с ККМ. Так как ККМ работает через эмуляцию компорта, выгрузка 100-тысячного каталога занимает у нее как много времени. Есть второй вариант. Мы можем выгрузить туда пред, ну как бы чеки. Курьер утром забирает 60 заказов, садится в машину, уезжает их развозить по интернету, по точкам, которым должен развести. У него на ККМ не каталог засинхронизирован, а засинхронизированы чеки, которые он должен выбить. Он приходит к клиенту, клиент также три футболки, он говорит, мне вот две беру, одну не беру. Он просто удаляет с чека одну футболку и печатает чек. Происходит фискализация, выбивание чека, отправка его в ОВФД, клиенту отдается чек, курьер уезжает. То есть мы можем скинуть на кассу какие-то чеки. Не все кассы поддерживают. Это должна быть касса достаточно такая серьезная, умная, которая позволяет делать редактирование. Мы теперь обязаны отправлять чек, так как мы не взаимодействуем с клиентом напрямую, мы не отдаем чек клиенту напрямую. Оффлайн-бизнес тоже теперь обязан отправлять. Если я приду на оффлайн-точку и скажу, мне нужно, чтобы чек пришел электронно, они мне обязаны будут ввести мои идентификационные данные и мне этот чек отправить. Но так как мы интернет-бизнес, мы обязаны, мы не взаимодействуем с клиентом, мы обязаны взять одну из составляющих, e-mail или телефон, и на одну из этих составляющих отправить ему электронный чек. Мы поддерживаем, естественно, email, так как с смс-ками там достаточно большие заморочки. Будет новое событие, чек-ккм, письмо, которое будет отправляться клиенту в автоматическом режиме. Оно будет содержать QR-код, мы будем его, скорее всего, генерировать, и будет содержать URL, по которому клиент может перейти и увидеть этот чек. Какие сценарии есть? Для чего вообще нужны сценарии? В последнем апдейте закона, который доступен на сайте FNS, появилось 7 способов работы по различным сценариям. Может быть только 7 этих способов. В первой версии закона было 4. Приход-расход, взять подотчет, вернуть с подотчета, типа такого, или расход, что такое. 4 сценария поддерживают, сейчас 7. Вот только 7 сценариев вы можете пробить в чеке. И, соответственно, все цепочки чеков, которые вы будете создавать, будут идти через эти сценарии. Хотите вы этого или не хотите. Какие сценарии могут быть? Кстати, одно еще из изменений. Вот эта вот вся схема поддерживается в прошивке оборудования, с версии 1.0.5. Она еще недоступна, насколько я знаю. Да, Леша? Недоступна. Они ее выпустят чуть позже. То есть вы, когда будете проверять, покупать аппарат, убедитесь у продавца, что версия прошивки стоит свежая. А то у вас будет только 4 сценария внутри. Остальное будет не поддерживаться. То есть версия прошивки аппарата должна быть не ниже 1.0.5. И какие сценарии возможны? Первый сценарий – это оформляется заказ на 3 товара, оплачивается картой. Один из товаров отсутствует, клиент просит заменить товар на другой. Что произойдет в жизни? Так как вы приняли деньги, вы выбили ему чек на 3 товара, а у вас нет одной футболки. Клиент говорит, ну ладно, нет, нет. Ну дайте мне просто 2 футболки, и я вам деньги остальные верните там наличными. Неважно, каким способом вы ему вернете или вернете там еще каким-то способом. Вам нужно теперь будет сделать следующую цепочку. Чек с товарами по заказу, первый, который выбился. Чек возврата, который вы сделаете. И чек новый с теми товарами, которые реально вы отдаете. То есть вы фактически выбьете 3 чека. И вот в этих внутри чеков должны стоять правильные операции, которые были на предыдущем слайде. Их 7. Они должны правильно проставиться. Возьмем сценарий немножко посложнее. Оформляется также заказ на 3 товара, оплачивается картой. Один из товаров отсутствует. Клиент просит оставить деньги за отсутствующий товар на внутреннем счете. Остальные отгрузить. Цепочка становится чуть сложнее. Чек с товарами, чек возврата, новый чек с товарами, минус один товар. Чек с пометкой аванс. Юра, чуть-чуть тебя потороплю. Хорошо. Ну тут осталось несколько слайдов. Чек аванса вы выбиваете как аванс. Потом, когда он купит товар, вы выбьете чек закрывающий. В котором будет написано в счет аванса. Есть такая операция вот в тех 7 операциях, которые есть. Тогда тот чек, который вы выбьете с товарами в счет аванса, она не будет зарегистрирована повторно в ФНС. То есть не уйдет сумма повторно. Вы выбьете чек с суммой один раз. Ну еще один из сценариев. Тоже оформляется три товара. Заказ оплачивается в полном объеме. У магазина нет всех товаров в наличии. Начинается отгрузка кусками. То есть клиент говорит, ну блин, бывает, не хочу я возвращать деньги, не хочу я с вами ругаться. Отгружайте, но кусочками. И начинается тогда серия. Чек с пометкой аванс. Чек с конкретной отгрузкой с пометкой с учетом аванса. Причем в чеке содержатся только те товары, которые вы отгрузили. Сегодня было много интересных сценариев. Вот сидит клиент. Чек с конкретной отгрузкой с пометкой с учетом аванса и так далее, пока не произойдет вся цепочка закрытия данного документа. И вот тут уже автоматика в большинстве своем не может говорить, что за какой последовательностью делается. И вы должны будете обучить людей, которые будут пользоваться продуктом, в каком случае, как поступать. Теперь не получится, как раньше. Да неважно, чек-то ничего не содержит. Выбили бабки, но ничего страшного, вернули деньги. Все шикарно. Теперь товары все сложнее, цепочки намного сложнее. Ну и подытожим. Интернет-кассы для интернет-торговли. Битрикс управления сайтом 17.01 полностью соответствует FZ54. Апдейт выйдет на днях. Поддерживает подключение неограниченного числа касс к интернет-магазину. Умеет распределять чеки в несколько ккм, балансируя тем самым нагрузку, если у вас пиковые есть нагрузки. Фактически продукт содержит полноценную интеграцию Z-отчета, различные ОФД и так далее. То есть мы поддерживаем всю бизнес-цепочку. От начала открытия кассовой смены до регистрации чеков до закрытия кассовой смены. Поддержка чеков-возвратов. Мы предоставляем бесплатное Windows-приложение для интернет-магазинов и интеграции с интернет-магазинами. Но это приложение работает только с 17.01 версии. Магазин может работать 24 часа в сутки. Единственное, что нужно, чтобы было питание и был интернет на том компьютере, на котором будет все это происходить. Автоматические очереди происходят. Буферизация чеков. Мы поддерживаем разное количество юрлиц в одном магазине. Это может быть одно юрлицо на три магазина. Это может быть три юрлица на один магазин. То есть мы поддерживаем все варианты. Спасибо всем за внимание. Если у вас будут вопросы, в принципе, я буду на митинг-поинте, могу ответить в зале. Спасибо, Юра. Всех отправляю сразу на митинг-поинт.